Пентагогские пентагогические Это действительно такой древний символ, его можно видеть в старинных изображениях. По-моему, даже конкретно это кольцо, если я не ошибаюсь, но у меня, во всяком случае, очень похожее есть. Я в музее в Дельфах его сфотографировала, оно было 2000 лет до нашей эры, то есть тут имя было. Да, но древние греки называли пентаграммой еще пентальфа, то есть это пять букв альфа, которые в своем переплетении изображали пятиконечную звезду. Затем понятно, пентаграмма, это пятикнижная, кудейская пятикнижная тоже, Тора. То есть, да, еще это, конечно, пять ран Христа, помню, там у него на лбу, на руках и на ногах. И поэтому пентаграммы, например, часто тоже изображают на церковных алтарях, то есть это некое такое вот, то достаточно священный такой позитивный символ. Меня на голову поразило, что там пентаграммы, в общем перевернутые, на каждое часовне христианское встречается, именно вот как бы на франциске. Да, ну про перевернутые мы еще чуть позже поговорим. Вот, и надо сказать, что пентаграмма, я помню, я вам говорил, да, вот связь с пятым элементом, с квинтэссенцией, а зачем пятый элемент, дух квинтэссенции, а для того, чтобы управлять четырьмя элементами, для того, чтобы их приводить в состояние равновесия, для того, чтобы править духами четырех элементов. Вот, и поэтому как бы пентаграмма считалась вот как бы таким магическим знаком, ну, позитивно магическим знаком, который вот как некая божественная сила, которая управляет такими, ну, тварными стихиями. В завещании Соломона говорится, вот здесь это видно Соломона, «И вот, когда я молился Богу небес и земли, был дарован мне от Господа Саваофа через архангела Михаила перстень с печатью, вырезанной на драгоценном камне». Он, то есть Михаил, сказал мне, Соломон, сын Давидов, примяя этот дар, который послал тебе Господь, вышли Саваоф, с ним ты племишь всех демонов, как мужского, так и женского пола, и с их помощью ты построишь Иерусалим. Если будешь носить эту божью печать, печать же вырезанная на этом кольце, которая тебе не способна пентальфом, то есть пентаграмм. То есть вот опять же как бы некий знак, посредством которого мы приправляем такими как бы демоническими, или можно сказать неуравновешенными силами, потому что что такое демонические силы, это, разумеется, неуравновешенность. Мы как раз у себя уравновешиваем с помощью ритуала пентаграммы. Да. Причем, в общем-то, перевернутая пентаграмма, чуть позже мы об этом поговорим подробнее, вполне можно сопоставить, как вы понимаете, с Богочеловеком, ну точнее конкретно с Иисусом, потому что именно Он как бы нисходит, да, вот эта вот нисходящая энергия, символ нисходящей энергии, которая входит в наш мир для чего? Для того, чтобы пробудить... Трансформировать. Да, пробудить, совершенно верно, трансформировать, очистить ту уже божественную искру, которая есть в нас самих. То есть мы как бы невесты, да, невесты Христовы, должны заключить с Ним брак, ну точнее, как бы с той божественной искрой, которую она лицетворяет, и тогда там у нас появляется шанс на соединение с Богом посредством этого. Знак Пентаграммы встречается во многих магических гримуарах. Например, в Гаэти, то есть в так называемом Малом Ключе Соломон. Ну это первая книга Малого Ключа, но и более известная. Собственно, посредством ее мы и обращаемся к демоническим силам, к тем, чтобы их трансформировать в хорошие силы. Вот, и вот тоже, смотрите, да, что мы здесь видим. Мы видим в Пентаграмме вписано некое слово. Это слово тетраграмматон. Тетраграмматон, как вы понимаете, это такой четырехбуквенник, то есть Йодхевавхен, то есть имя Всевышнего. И мы знаем также, что если в тетраграмматон добавить еще одну букву, то есть превратить его в пентаграмматон, то у нас как бы получается Иешуа. Да, 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 совершенно верно. Я вам говорил, что пятый элемент, ну существует там целый ряд букв для его обозначения в зависимости от ситуации. В данной ситуации это шин, да, такой огонь, трансформация. Вот через огонь как бы тетраграмматон Петхого Завета трансформируется в пентаграмматон уже новой эпохи. Вот, то есть это опять же средство для управления неуравновешенными элементами. Вот, и потому как бы очень важно считается в магических ритуалах использовать силу пентаграммы для того, чтобы управлять духами стихий. Здесь просто каждому углу еще, надо сказать, атрибутирована какая-то стихия, одна из стихий. Если считать, смотреть на, так сказать, Смотрите на нее, ну начиная с правого угла. Здесь просто, да, вот Иешуа. С правого нижнего угла, то мы с вами будем видеть как бы огонь, воду, воду, воздух и землю, да, вот мы еще в обратную сторону, против часовой стрелки. То есть это и есть тетраграмматон. Но еще вверху луч, который символизирует дух, то есть пятый элемент, соответственно, и он атрибутирован букве Шин, соответственно. Шин, дух, как вы знаете, это вот, ну так сказать, отсюда идея того, что это Йодхе Шин Бавхе. Да, ну вот считается, что вот такой вот порядок, такой порядок в атрибутировании углов пентаграммы элементов, он был установлен британским магом, который живет в конце 16-17 века, Джоном Ди. Мы еще будем его встречать, встретим его в втором полугодии на Неверной ханской магии. Да, ну здесь вы видите как бы такое чередование мужских и женских элементов. Вот если мы как раз вот пойдем от нижнего угла, то есть вот от огня, огонь, вода, в центре дух, воздух, земля. Вот так, например, если мы пойдем как бы против часовой стрелки. Опять же, это еще идет из Геродота. Там утверждается, что вот, дескать, египтяне практиковали поклонение священному козлу Мендеса, и там даже некая женщина, так сказать, выкуплялась с козлом, об этом пишет Геродот. Сколько это точно сказать с ним? Это освящение или профанация. Это Люцифер или Звезда Утренняя или Вечерняя? Это Малибрия или Левит? Победа или Смерть? День или Ночь? Пентаграмма с двумя восходящими концами представляет Сатану, то есть перевернутая. В виде козла на Шабашем, когда восходит один конец, это знак Спасителя. То есть, опять же, такой вот образ негативной пентаграммы. Да, уже в двадцатом веке, где-то там шестидесятых, семидесятых годов и двадцатого века, как бы этот символ стал использовать Лавей, который, значит, стал, как бы присвоил себе, да, что это знак... Да, с церковью Сатану, ну, он такой был шоу, понятно, ему это все коммерция, но какой-то яркий символ, вот, и потому он избрал пентаграмму. Хотя, все-таки, объективности ради надо сказать, что и помимо Леви, то есть чудо Лавея, были некоторые такие негативные высказывания о символизме перевернутой пентаграммы. Вот, теперь мы перейдем уже к малому ритуалу, изгоняющий пентаграмму. Ну, до того, как мы вот будем говорить про сам ритуал, изгоняющий пентаграмму, мы скажем про такой короткий ритуал, который предшествует этому ритуалу. Фактически является его частью? Да, является его частью, совершенно верно. Ритуал каббалистического креста. Собственно, что он собой делает? Он вас освещает, он освещает ваше тело. На самом деле, опять же, вы помните, что все магические инструменты, которые мы используем в нашей работе, ну, это своего рода, как бы, такие, ну, не знаю, костыли для мага. На самом деле, главный наш инструмент – наше собственное тело. Ну, может быть, там лучше, как говорится, более, как бы, священно исполнять, там, какие-то движения, действия жезлом, а не рукой. Хотя, на самом деле, конечно, что такое жезл, как не рукой. Вот, вернее, да. Да. И предваряющий такой ритуал каббалистического креста, о нем также пишет тот же самый Алифас Ливи, и он действительно, очевидно, связан с такой еврейской каббалистической традицией. В иудаизме есть одна из главных молитв Дашма Исраев, то есть «в немли Израиля», «слушай Израиля» иногда. И так же. 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 А-тем. А-тем. Э-вас. Малкут. Вегибура. Вегидула. Ле-алам. А-мен. а а А.А.М. А.А.М. Передо мной Рафаэль. Позади меня Гамриэль. Справа от меня Микаэль. Слева от меня Уриэль. Ибо возгорелась вокруг пылающая пентаграмма. В колонне же воздвигнута звезда о шести лучах. А.А.М. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok